Студенты делают задания, которые как-то пересекаются с темой их диплома. На самом деле, вузы очень гибкие к вопросу. Потому что она приходит иногда с такими бредовыми темами. Я, наверное, эту тему студенту справлюсь даже в принципе не смогу. Вы слышите, что когда вы учились, вы учились в своей литературе в практике. Ага. Понятно. Маленькая поправка. Девочка не из Татнефти пришла, она отказалась идти на практику в Татнефть, с которой я разговаривал. Я прокатил практику на заводе, который вы, наверное, не знаете, его сейчас нет. Казанский завод газовой аппаратуры. Но, возможно, вы знаете плиты идель домохозяйки, которые стоят иногда в старых квартирах. Ими комплектовали все новострои, все общаги и все такое прочее. Потом кто хозяйки побогаче были, брали эту идель на помойку, ставили вместо нее Брест. Там тогда крутая была. Тогда еще не было. Ни индезив, ни электролюкс прослужит долго. А потом вот это вот все. Я проходил практику как? Я вообще практикант очень некомфортный, настырный. Я заманал, грубо говоря, этого финансового директора и главбуха. Они поняли, что походу меня лучше в бухгалтерию. Я пошел в бухгалтерию, изучал. А коллега, кто была со мной, она сейчас мой партнер по бизнесу, она изучала финансы. Тут вот как раз вопрос, наверное, не знаю, или ваш, или ваш, да? Но вот мы сразу почувствовали, что она на одной волне с теми, а я на одной волне с этими. И мы как бы разделили, да? Вот. В бухгалтерии я доблестно исследовал мемориально-орденную журнальную систему счетоводства. Не запоминайте ее. Сейчас нет, но для классификации это самое. Это архаизм предшественника автоматизированной системы, скажем так, да? Какой-нибудь там одиннерский. Но по ней, по вот этим портянкам я увидел, как складывается себестоимость этой самой плиты и увидел, как идут цепочки информации для консолидации. Вот это для осмысления, блин, очень важно было. Я нисколько не жалею, что я сидел, разбирался в этих портянках и бумажках, где три бухгалтера записывали в одну портянку, потом приходил другой бухгалтер из этой портянки, переписывал в третью, и вот эта система портянок сливалась там вот во что-то. Вот понять принцип формирования информации очень важно. Очень важно. Так, цифры, да? Ой, цифры-то старые, здесь где-то еще 10 миллиардов должно быть. Критерии эффективности, да, проговорили. Мы помогли нашим клиентам получить 10 миллиардов, ну, больше сейчас, на самом деле, может быть, 12 даже, 12 миллиардов рублей государственной поддержки. Что мы туда считаем? Мы туда считаем только халяву. Налоговые льготы – это возможность недоплатить государству, это тоже финансы. Прямые гранты, прямые субсидии, прямые эффекты от получения земельных участков или разницы в процентах. Мы не считали льготные кредиты сюда и займы. То есть, если кто-то получал льготные кредиты и займы, мы сюда не плясовали, ну, надо понять, как их считать. По разнице в ставках там или, опять же, от какой считать, от средней рыночной. Она у Набиулины-то вот так вот скачет, да? Это наш Центробанк, да? А уж рыночная, бог его знает. Вопрос, да? Нет? А придумай быстренько, раз нет. Так, давайте. Да. Как вы считаете, можно ли здесь финансовый? Потолок финансовый? Да. Можно ли здесь? Мне? Ну, подсюду, вот компании. Компании? Да. А, то есть, нет. А вы знаете, как спортсмены отжимаются? Отжимаемся до упора, да? Потом упор убираем и отжимаемся до следующего. Какой там эффект? Нет, ну, мой диджет-компания, как? Они у себя такого зеленого уровня, среди других компаний. И потом... Расслабляемся, типа, да? Ну, не то, что расслабляемся. Просто они работают больше, так скажем, не на мета-ориентированных, а на узкие жесткие кульки. То есть, они не набирают других, просто остаются на стоянках. А если вдруг вот так вот компания будет, и все, а клиент уже не придет. Вот как вы считаете, это стоит больше видеть ситуацию на массу или же работать с постоянными, но при этом свечи риторические? Вопрос риторический, в какой-то степени философский. Вы слышали что-нибудь про контрактную систему закупок? Да. Вот что лучше, работать с постоянным партнером или каждый раз проводить тендера за все, что ты покупаешь, и хрен за это кто-то, грубо говоря, да? Ой, извините за основу. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, в сутках 24 часа все-таки, да? И людей есть предел. То есть, это на самом деле, знаете, какой вопрос? Он очень сложно стратегически, он выливается в другой вопрос. Буду ли я расширять штаб или нет? Вот есть, видимо, какое-то жизненно-разумное соотношение, ресурсы и результат, да? Как и в любом бизнесе. Мы же начинаем платить от результата, начинаем считать, да? Вот мы хотим такую-то выручку. Такую выручку мы можем получить вот такое-то количество чего-то, умноженное на цену, да? Среднюю там или это. Чтобы сделать это количество, нам надо какие-то ресурсы. Люди, станки, площадь, чипутов, да? Если нам надо уже другую выручку, мы играли вот этими переменами и опять пересчитываем ресурсы. Вот имеющийся у меня ресурс, он позволяет зарабатывать что-то. Потом мы либо отодвигаем сроки клиентские, да? Либо говорим, извините, ребят, мы уже устали, мы тоже хотим отдыхать, но то, что неровно, да? Предел в этом плане есть. Поэтому вопрос философский. Ну, смотрите, значительную часть обращений к нам – это компании, которые хотят получить господдержку. Господдержка льготы, субсидии, грампы. Как вы думаете, в период ковида господдержка мало, взросла? Ну, немножко другое стало, да? Но, хорошо, я по-другому скажу. За последние, ну, допустим, 10 лет, как вы думаете, вопрос с финансами в России, с доступностью финансов решен? Воношел. А? Сейчас мы демонстрируем, что ж мало денег. Наши сады, например, господдержки, мы не участвуем, а не у нас. Кредит не получал никогда на бизнес? Ну, сейчас сложнее. Сейчас сложнее. Приведу пример. Один из банков, допустим, на сумму в 10 миллионов рублей, условная цифра, просто чтобы вы поняли порядок цифр, запросил залогов на 30-ку, уже мне поплохело. Обычный коэффициент дисконта, ну, в хорошие времена был 1,4, например, да? То есть на 10 миллионов кредит, а 14 миллионов залогов, да? Вот. Попросил комиссию... Разу, за весь период кредита. Ничего не сказали, да? Титика. Ну, соберите из четырех букв ЖЭОПА слово кредитная доступность, да? Нет, но это сейчас, когда ставка будет. Разные различные. Как вам сказать? Я 12 лет занимаюсь на этом рынке, но я так скажу. Все финансовые ресурсы делятся в зависимости от их доступности и дороговизны. Дорогие ресурсы офигенно доступны. Выходишь на остановку, получаешь кредит. Хочешь кредит под 1,5% годовую, будь готов вывернуться наизнанку. Реально, саму на глобус натяну. Жестко, довольно жестко. Льготные финансовые ресурсы получить чрезвычайно тяжело. Ну еще плюс не все знают, что финансовые ресурсы есть в виде грантов, субсидий, налогов, льгот. Про налоговые льготы вообще многие не считают, что это височек финансов. А мы считаем. Ну и клиентов как бы это самое добавление. Что вам еще рассказать про компанию-то? Мы же плавно разговор об экономике пошел. Вы тут меня как кудренно воспринимаете. Я наберу и не могу. Вы поездной деятельностью уже давно двигаетесь. Вы не тут гарантии какие-то, когда вы себе говорили, потому что все, я не хочу больше заниматься. Вот. 2009 год. Не буду больше работать по найму. Пойду в предпринимательство. Нет, а именно вообще в другую сферу? В другую сферу? Но у меня не было в другую сферу. Ну сразу выяснили, что это ваше призвание, что в месяц? Нет. А что? В 2011? В 2011, когда в консалтинге поработал. Что вот это призвание? Нам пора завершать финальный вопрос. Да? Давай. Погромче. А была ли у вас какая-то ситуация, что вы понимаете, что там майки, которые не нравились? Была ли у вас какая-то ситуация? Если была, то как-то... Слава богу, нет. Все, отвалилась вторая часть вопросов. Я даже дослушивать ее не стал. Ну, как вам сказать, тем, кто хочет работать и умеет работать. Сейчас очень много работы. Ее очень много. С этим проблем нет. Сработала. И надо научиться просто достойно за свой труд получать оплату. Если бизнес идет в штопор, ну просто надо что-то переосмысливать, наверное. Говорят, вообще в принципе кризиса нет ни кадрового, никакого. Вы просто не знаете, кто ваш соискатель, будущий работник. Нет кризиса продаж, вы просто не умеете продавать. Нет кризиса бизнес-модели, вы просто неправильно ее выбрали. Ну, в философском смысле. Так, ну что? Дарим? Эльзи. Ну, сами понимаете, с открытой даты можно же подарить, да, кому-то, если кто. Вот я думал, схитрит ли кто-нибудь? Спасибо тебе, Александр. Схитрит ли кто-нибудь? Блин, а дальше мне сложно. Так, какой же у меня самый хороший вопрос-то был, а? Ладно, я вам презентую. На, на... Да-да-да. Вот такой интересный этот диалог у нас произошел. Ну вот. Здесь я полагаюсь на вашу совесть. Подойдете, возьмете. Все активные были. Кто задает вопросы. Ну что, я думаю, дальнейшее наше взаимодействие, наверное, через Телеграм, да? То есть я сброшу нашу вакансию. У нас вакансии, я, в принципе, уже сбрашивал, да? У нас есть вакансия юрист-стажер, экономист-стажер. Есть тесты, конечно же. Вот. Они вывешены и на HitHunter, и на сайте. А? Тесты очень простые. Там, как сказать, очень сложных тестов там нет. Ну, к примеру, для юриста. Посчитай сумму пении, если платежи были такие-то, а задолженность такая. Ну, блин. Он же, по-моему, и для экономиста, что ли. То есть это элементарные навыки математических расчетов. А экономисты, по-моему, и спрашивали, может ли индивидуальный предприниматель быть платежиком НДС и в каком случае. Как мне... А? Ну, вот, я говорю, тут некоторые просто умеют хорошо гуглить, и там уже ответ, например, на этот вопрос есть. Вот. А там... А, еще было, знаете что? Надо было преобразовать, по-моему, телефонные номера, которые написаны там 8 ля-ля-ля со скобочками, в формат плюс 7 ля-ля-ля там без скобочек. Это, в принципе, навыки владения Excel. То есть чего-то сумасшедшего, там, мы не просим экзамен по английскому, там, супер такой-то, такой-то или чего-то. Заходите, пробуйте свои силы. Всем рады. Спасибо большое, что пришли. Удачи. А, вы знаете, кто-то приходил только ради практики. Они, честно, не стреляли на другую практику. То есть, они заканчивают бумерку, тем не менее, где-то... А, Юрхот, подойдите ко мне, давайте все, что сделаем. Кто-то приходил на практику. Ну, будет, прояснил. Не упало. Кто-то там... ...подойдет. Парни. Как-то... ...это... ...это, как-то... ...это... ...это... ...это...